Воскресенский заявил, что беглые ненавидят белорусов. Под беглыми он имеет в виду патриотов белорусского народа. Ведь он не может себя назвать ни беглым, ни сталым. Ведь он предатель. Как одной стороны, так и другой. А предателей, как вы понимаете, нигде не любят. Вот и пытается высужиться. Беглые ненавидят белорусов. Но вы хоть раз вступились за белорусских детей, которых унижали на границе. За белорусских дальнобойщиков, которые мучаются в очередях. За жителей приграничья. За наши предприятия. Вы хоть раз вступились? Нет, эти негодяи не вступились. Потому что они ненавидят страну. У них нет родины. И это Воскресенский нам, белорусам, говорит. В то самое время, когда дети на лечение в Вайбере и ВКонтакте деньги собирают. Ведь белорусская медицина не в состоянии вылечить этих детей и их сотни. И это они нам рассказывают, когда белорус выходит на улицу и двор весь плавает. Это они нам говорят, когда белорусские дороги похожи на танкодром, а не на дороги. И это они нам говорят, когда белорусов садят в тюрьмы только за мнение. И это они говорят нам, когда из Израиля белорусов вывозят на самолете и берут стоимость в два раза выше стандартных рейсов. Это они о заботе о белорусском народе говорят. Лицемеры, позорные. Из списка координационного совета исключили недобелоруса, который написал донос на Николая Автуховича. Речь идет о Павле Блютине. Он был кандидатом в КС от партии «Народная громада». В 17-м году этот недобелорус писал в КГБ о том, что Автухович готовится к вооруженному захвату власти в Беларуси. В 22-м году Автуховича приговорили к 25-ти годам колонии. Благодаря работам киберпартизан мы теперь сможем вычислить всех предателей и всех стукачей. Никто не останется в тени. Польша подала заявку на размещение ядерного оружия НАТО. Об этом сообщил замминистра национальной обороны. Он уточнил, что Польша подала заявку на участие в программе. Ранее к ней присоединилась Бельгия, Италия и Германия. Интересно посмотреть, что сейчас будет Путин с Лукашенко говорить. Если Путин завез ядерное оружие на территорию Беларуси и Лукашенко этому способствовал, то теперь по факту никто из них и рот не сможет открыть. В Европе заговорили о блокировке ТикТока. Они заявили о том, что они знают опасность о ТикТока. Не буду рассуждать о сути опасности, но раз в Европе заговорили об опасности, скорее всего и в Европе заблокируют этот самый ТикТок. По аналогии с Соединенными Штатами Америки. Сык ты в каре. Куратор университета спецназа Адам Кадыров зовет россиян на войну. Все правильно, кто-то в роскоши живет, а кто-то на войну погибать идет. В этом и суть лицемерия. Ведь сыновья президентов и сами президенты воевать не ходят. Не ходят воевать дети чиновников, прикорытников, богатых людей, которые у этого самого корыта питаются. Ходят воевать те, кто нищенствует. Ходят воевать те, кому государство ничего не дает. Только потом почему-то они вспоминают про долг Родине. А самое главное, что тем, кому государство ничего не дает, с открытым ртом хлопают, как та обезьянка с мема. Любителя Сталина возмутили законы Беларуси. А если быть конкретно, зацепили они его тогда, когда коснулись его. Ситуация такая, что у него был репост 18-го года. Вышел закон о экстремизме и терроризме и к нему пришли. Закон обратной силы не имеет. В Конституции Республики Беларусь так написано. Но Конституция не для лукашистов. Им срать, они увидели, составили протокол и завели административное дело. Дело направили в суд, суд рассмотрел и отправил на доработку. Скорее всего, осознав, что это полный лукашист и очень сильный любитель диктатуры. Возможно, даже попытаются замять это дело втихаря, чтобы шумиху не поднимать. Но он уже ощутил на себе кайф белорусского законодательства. Когда на закон срать в прямом смысле этого слова. Работников Волковыского мясокомбината принуждают выходить на работу и 1 и 9 мая в связи с нехваткой кадров. Причем без каких-либо доплат или предоставления дополнительных выходных. В ход идут и угрозы, и шантаж. Заставляют подписывать письменное согласие на такие условия. Хотя по факту в трудовом законодательстве говорится о том, что если человека просят выйти в свой выходной и он соглашается, он может просить и 3-х и 4-х размерную оплату. Но дело в том, что в Беларуси не работают профсоюзы. Они служат Лукашенко. И работают как карательные органы, вычисляя тех, кто не согласен с диктаторским режимом. Не выполняя свои прямые обязанности. В Беларуси растоптали все. От журналистики до профсоюзов. Не существует ни профсоюзов нормальных в Беларуси, ни журналистики. Их просто нет. Предприятие, можно сказать, не ощутило вот эти санкции, эти вызовы, которые нам предоставляют. Шпионы КГБ, желающие сотрудничать со спецслужбами Беларуси из разных стран. Киберпартизаны опубликовали заявки тех, кто хотел пойти на службу в КГБ, выдавать секреты своих стран и данные из белорусской диаспоры. Шестерок набралось. Со всего света чекистам иногда даже вербовать не приходилось. И всех этих людей прямо сейчас можно судить. Все стукачи, все лизоблюды, предатели, мрази и недолюди, готовьтесь. Закон здесь работает. Каждый из вас, кто предал свою родину, будучи уже гражданином той или иной европейской страны, ждите, к вам обязательно придут. А обязательно придут. Ну а те, кто был на стороне Лукашенко и одевал овечью шкуру, рассказывая, что я патриот, вас ждет та же участь. Все будут разоблачены. Без исключения. Лукашенковская система дырявая, как и мозги тех, кто попытался поверить Лукашенко, что он сможет утаить хоть какие-то секреты. Белорусские НПЗ несут убытки в 2024 году. Мозырский НПЗ, который ранее входил в тройку крупнейших налогоплательщиков, в прошлом году вместе с другими предприятиями Мозырского района показали прибыль в 21,6 миллионов рублей. Но теперь убыток в регионе составил 182 миллиона рублей, почти 183. Согласно данным Белстата за 2024 год, на заводе сообщают об остановке выплат работникам, зависящим от прибыли завода. Основная причина – невыгодные контракты с российским оборонным сектором на фоне сокращения нефтеперерабатывающих мощностей России. Переформатировали всю экономику на страну, которая в войне и в санкциях. Так может только Лукашенко. Поставить ставку на страну, которая находится в черном списке в мире. Гениально просто. Просто гениально. На Эдуарда Бабарико завели еще одно уголовное дело. Администрация исправительной колонии номер 2 завела новое уголовное дело в отношении Бабарико по статье 411 УК РБ. Злостное неповиновение требованиям администрации колоний. По этой статье они могут кого угодно, когда угодно и насколько угодно упечь в тюрьму. Ведь не обязательно делать что-то. Достаточно не делать ничего. Они напишут рапорт. А потом кому ты будешь доказывать? Особенно в Беларуси. Лукашенко рассказал. Набей им морду. Покажи, что ты настоящий белорус. Мы все равно будем понимать, что ты белорус. Это, конечно, шутка юмора. Лукашенко снова вышел на публику и навыдавал мемов на 25 роликов вперед. Но вас я утомлять его тошной рожей не стану. Просто покажу, как они ябатик собрали. Как они встречали диктатора. Если вы сейчас подумаете в какой-то момент, что это кадры с Северной Кореи. Нет, друзья. Это Беларусь. Скоро их заставят плакать, когда Лукашенко недоволен. Или смеяться, когда диктатору скучно. А вообще, я думаю, что в ближайшее время лукашенковский пес будет выходить. И они кланяться ему начнут. Будут кланяться. Ведь они даже не понимают, зачем они это делают. В Беларуси начали практиковать бесплатную рабсилу. Студентов, бюджетников стандартно. Теперь они заключенных и тех, кто временно отбывает. Ну, в ИВС, например, отправляют камни с полей убирать. Ну, ведь Лукашенко сказал, что ни одного камня на поле не было. И все это бесплатно от слова совсем. Даже Лукашенко возмутился, мол, вот эти вот оппозиционеры недовольны, что мы тут камни убираем. Так не вы же их убираете. Наши эти беглые мерзавцы озаботили, что у нас камни собирают люди. Школьники, студенты, военные и прочее. А на Западе уже техника есть для этого. А у нас ее нет. Слушай, не то, что в твои времена, у моей была техника для сбора камней. Но надо деньги считать иногда. Если бы ж ты стал и убирал, к тебе вопросов не было. Хоть толк какой-нибудь был от тебя. Ты же отправляешь людей. По сути, в ИВС может загребеть человек, который проезд не оплатил. Вот не оплатил эта административка и отправили в ИВС. А его камни на поле убирать. Просто гениальный ход. Лукашенко, собирая налоги, эксплуатируя белорусские предприятия, эксплуатируя белорусские недра, а я показывал, как он их эксплуатирует, забирает бабки себе, а людей говорит, давайте дороги строим, давайте улицы уберем, давайте камни соберем. Так нахрена тогда вы нужны, когда мы сами без вас еще лучше все сделаем? Лукашенко заявил, что за 30 лет ситуация в экономике Беларуси улучшилась в 10 раз. Только вот по последним данным коррупция в Беларуси выросла на 16%. Это, конечно, цифра связана, и мы об этом говорим, что это связано с эффективной работой правоохранительного блока. То есть, чем лучше, мы полагаем, работают правоохранители, тем больше выявляют они эти коррупционные... Это сколько коррупционеров в системе диктатора. И это на минималках. Ну а это Минская область, Вилейский район. Так, для понимания, что происходит в стране. В этом же районе и в этом же городе стоит вот такая остановка. Знак вообще прогнил. Буквы Е нету. А это лавочка, на которой предлагают белорусам сидеть. Но главное, в этой деревне флаги висят лукашенковско-правильный. Ну и, естественно, российский. Куда же без него? Ужас, мрак и дебилизм. Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх и оставайтесь с нами. Живи Беларусь! Слава Украине! Пока!